Трофяные таблетки – настоящая палочка-выручалочка для наших нежных всходов. Но если выбрать неправильные, то можно не дождаться здоровой крепкой рассады. Или вовсе всходов не дождаться. Давайте разбираться, что к чему. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале Антонов Сад. Трофяные таблетки – очень важный элемент для выращивания рассады. Несмотря на свою недешевую стоимость, они выручают нас в тех случаях, когда культура очень нежная и не любит пересадку. В таблетках растения не повреждаются черной ножкой и очень удобна пересадка. Не повреждается корневая система. Мы целиком перемещаем росточек в следующий по объему емкость. Что можно сажать в торфяные таблетки? Это, в принципе, любые культуры. Конечно, бессмысленно сажать туда томаты, если вы их все равно пикируете. Ну а такие культуры, как, может быть, петунии, огурец – те культуры, которые не любят пересадку, или которые очень нежно имеют корневую систему и не любят повреждения корней. Вот для этих культур при посадке можно воспользоваться торфотаблетками. Их использование будет оправдано. В таблетках еще очень удобно укоренять черенки цветов, что тоже стоит взять себе на заметку. Как же мы выбираем таблетки для рассады? Во-первых, фактор цена. Нужно учитывать, что в самых дешевых таблетках может быть не торф, а немыслимая смесь, которая может и повредить нашим растениям. Второе. Мы должны обратить внимание на размер торфотаблеток. То есть, если для небольших растений, типа росточков петунии, мы можем взять маленькие таблетки, то для тех растений, у которых корневая система большая, тот же, может быть, огурец имеет побольше, или вы тыкву решили посадить в торфотаблетку, или арбузик, то в этом случае нужно выбирать таблетку размером побольше. Хорошо, если смесь внутри торфотаблетки дешевой будет просто неполезна. Но бывают случаи, когда торф попадается не торф, а смесью, набором ингредиентов, не дающих здоровье вашим растениям. Либо он может быть просто кислым. В этом случае мы можем тогда навредить нашим растениям, потому что большинство растений не любят кислую почву. Если вы сомневаетесь в качестве торфотаблеток, то можно попробовать использовать на небольшом количестве рассады, посеять и посмотреть, как развиваются всходы. Если же всходы будут не развиваться или развиваться крайне медленно, в этом случае лучше измерить кислотность. Мы говорили в одном из наших роликов о том, как можно использовать тест-полоски для измерения кислотности. Еще один очень важный фактор. Обратите внимание, на хороших торфотаблетках всегда есть небольшой чехольчик, из нетканого материала. И очень важно, чтобы он, даже если он есть, то чтобы он был не очень плотный. То есть это другая сторона медали, когда он есть, но плотный, и корешки не могут сквозь него пробиться. Соответственно, приходится либо снимать, либо повреждать оболочку для того, чтобы пересадить растение. Все вы знакомы с подобными парничками, которые продаются уже вместе с таблетками. Здесь вот, посмотрите, таблетки не имеют оболочки. Такая таблетка разбухает и не имеет никакой формы, она просто заполняет ячейку. Смысл использования такой таблетки, конечно, непонятен. Давайте посмотрим, наглядно проэкспериментируем, какова же разница между более дорогими таблетками и более дешевыми. Замочим их. Ну, друзья, думаю, все очень наглядно. Эта таблетка стоит у нас, красотка ровненькая, ее можно взять, перевернуть, хоть выжимай, хоть что с ней делай. Эта таблетка расползлась. Для наглядности вот еще одна превратилась просто в кашу. Лучше использовать ту таблетку, которая даже на внешний вид выглядит более качественно. Как же замачивать торфотаблетки? Есть несколько вариантов. Можно замочить в холодной воде, можно замочить в кипятке, можно замочить в биопрепаратах, заливать даже глиной. Я использую простой вариант. Если же это простые классические торфотаблетки, то можно их залить кипятком, либо горячей водой для ускорения набухания. Тем более, что некоторые культуры мы так и даже сеем в кипяток, поэтому если мы зальем таблетку кипятком, для семечка это только польза. Тот же огурчик. У нас есть такое видео, когда мы сеяли в кипяток, и рассада получается на некоторое время раньше выглядывает листочки, чем при классическом варианте посева. Если мы заливаем кипятком, то ничего в торфотаблетке мы не убьем. Полезного там в принципе ничего нет. Семечка развивается в торфотаблетке за счет своих собственных ресурсов, которые внутри семени находятся. Если же росточек, развиваясь в торфотаблетке, будет иметь некоторое отставание, бледный вид, может быть, понятно будет нехватка какого-то питания, то всегда можно немного подкормить. Не возбраняется. Никакими биопрепаратами я не поливаю рассаду в торфотаблетках. Если, опять же, повторюсь, необходимо, то растение покажет, что ему чего-то не хватает, и в этом случае только можно подкормить. А пока до пересадки растения используют ресурсы из семени. Все питание. Если же у вас в руках оказались дорогие таблетки с биогумусом, какие-то удобрения там добавлены, то тогда в этом случае кипяток использовать нельзя. Тогда можно использовать теплую воду или обычную комнатной температуры. Вы видели, что на саму торфотаблетку мы воду не льем. Мы льем рядышком. Тем самым заполняем емкость, чтобы торфотаблетка просто находилась в воде. Есть мнение о том, что необходимо добавлять 25 мл воды на таблетку. Я не соглашусь с этим мнением. Ведь таблетки бывают разного размера. Есть большого диаметра, поменьше ее, самые маленькие. Отсюда и им требуется разный объем воды. Поэтому ориентируемся на то, насколько таблетка промокла. То есть вот у меня немножко воды на дне осталось. Таблетка выбрала в себя столько воды, сколько она может в себя вобрать. После того, как таблетка набухла, я ее не отжимаю. Есть мнение о том, что необходимо выжать остаток воды, излишек воды. Я не выжимаю, потому что таким образом мы с вами уплотняем торф и затрудняем развитие семечка, которое мы туда с вами сажаем. Еще один вопрос. Что же делать с торфотаблетками, в которых семена не взошли? Да используйте их повторно. Их можно также обдать горячей водой или кипятком и посеять другие культуры. Итак, дорогие друзья, мы постарались осветить вопрос по торфотаблеткам как можно более полно. Если у вас остались вопросы какие-то, которые мы в этом видео не осветили, прошу вас, напишите в комментариях. Мы постараемся ответить на каждую из них. С вами Антонов сад. Я прощаюсь на этом. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите на колокольчик. До новых видео, друзья!